Всем доброе утро! Мы уже... Сейчас Димка тебе даст, мы уже выехали. Мы взяли справку в садик. Мы прям с самого утра уже 59, мы уже все сделали, все дела. Зашли, купили малинки. Рынок уже работает полным входом. Красота! Раньше, знаете, было такое, что приходишь в 8 часов на рынок, а он не работает. Сейчас купили лепешки такие вот вкусные. Ну, всегда, когда на рынке такие вот большие, дети уже ждут. Так, ручки высохли? Да! Я ломаю лепешки. Одному, второму лепешки. И тут у нас опять какие-то пробки, погнали мы домой. На! 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 Все, поехали мы домой. Очень душно. Мы выезжали, знаете, так было прохладно, так хорошо. А сейчас прям духота-духота. Все, ребята, поехали? Все нормально? Угу. Все, мы поехали. Мы уже дома. Такая жара на улице. Просто невозможно. Соня, давай вилочкой. У Соньки перекус. Она сначала поела. Я отдала макароны с котлеткой. Не надо тебе? Давай. Она не захотела. Мы с ней поели армуз. А теперь она решила доесть макароны. Соня, что ты делаешь? Я тут сушу. Солнышко уже ушло. Обувь Сонькины. Кроссовки постирала. Кроксы постирала. Все стельки подоставала. Другие Димкины кроссовки я вывесила на веревку, чтобы на солнышке они хорошо выветрились, проветрились, высохли. Потому что вчера пришел с улицы и вообще... Что? Да, мама делает сейчас компот. Сейчас я тебе сделаю. Угу. Ты ляречку качаешь? Да. Моя умничка. Класс. А зачем ты носки опять одела на руки? Не. Ты перепутала, что ли? Не. Надо на ножки. Не. Сори, сори. Ой, вы золотые. Боже мой. Я тут по-быстрому делаю компот. Не буду варить, просто смородину, сахар кипятком заливаю. Пусть оно у меня настаивается. И будет у нас компот. У нас Соня не очень любит обычную воду. Она очень любит компот и чаи. Она будет пить и пить и пить и пить. Но надо и обычную воду давать. Поэтому я, знаете, делаю такой промежуток. Не варю никакого компота, даю просто водичку. Они быстро выпивают. Все. Вот он сейчас у меня настоится. И вот у нас компотик. Знаете, чем я тут занималась? Я складывала пакетики. Вот в такие вот штучки. Пакетов много. Я их периодически использую как для мусора. Но иногда забываю. Вот, в общем, я их сложила. У меня целая вот эта вот штука с этими пакетами. Тут такой самый большой я оставила. Я уже кинула в машину, в рюкзак себе кинула, чтобы ходить в магазин и не покупать. Потому что пакетов очень много. Я не знаю, куда их девать. Девчонки увидели новую коляску. Да, вот эту коляску мы Сонечку купили. Слушайте, какая она классная. Такие колеса. Ну, вот Соня, если честно, опять садится на эту коляску и сама вот так вот ездит. Не знаю, долго она проживет, недолго. Но она прям такая устойчивая. Мы покупали ее, знаете, где? Димасик. У нас в Симферополе Димасик на проспекте. Вообще обалденная такая коляска. Прям такая серьезная. В общем, поставила варить картошку, пюре. Вчера думала сварить. Потом думала, ладно, уже плиту, в общем, помыла. Ну, пюре, она так как бы нормально варится. Вот поэтому варю картошечку. Дети что-то у меня в последнее время прям очень хорошо едят. С молочком сделаю, с маслом. Будем на ужин кушать. Я сделала заказ на Wildberries. Заказала вот такое вот молочко. У меня оно практически закончилось. Вот стоит у меня всегда вот здесь на кухне. Потому что мне так удобно. Я всегда вечером подхожу и наношу вот это вот молочко. Оно очень быстро впитывается. На Wildberries заказа там сейчас очень хорошая скидка на него. Вот. Потому что если я куда-то спрячу в другое место, то я забываю. Так у меня на виду все стоит. Поэтому я вот пользуюсь. Мне нравится. А мы смотрим Лего. Лего Фрэнс. Мы то с одним ребенком, то со вторым. А тебя я не покажу. Ты у нас не одетая. Ку-ку. Да. Только что Сонечек ела. Сонь. Да иди одевай футболку. Покажу. Да, иди. Нельзя показывать. Пошла, побежала за футболкой. Меня часто сейчас спрашивают по поводу, когда поедут мои родители, почему родители не приезжают. Родители у меня живут далеко. Очень. Очень. Ты беззубый. Вот. Поэтому родители... Уди. Родители приедут. Если все будет нормально, то родители собираются приехать на осень. Мы их очень ждем. Дима. Я сегодня достала свой мощный пылесос. Кстати, мне нужно пойти бы помыть пылесос. И один, наверное, и второй пропылесосила по-быстрому все. Справляется. Вот вы писали. Справляется реально этот беспроводной. Но даже вот ковер, который у нас лежит в зале, он тоже его хорошо берет. Судни дети ели хлеб и раскрошили. Лепешку, в общем, и раскрошили. И очень хорошо все взялось. Поэтому я очень довольна. В общем, вы поняли. Соня, а Лялю катаешь? А песенку споешь ей? Молодец. Вот умничка моя девочка. Видите, платье даже одела. Носки одела, потому что принесла кроссовки. Чтобы я ей одела. Говорю, Соня, ну какие кроссовки? Значит, настоящая девочка, да? Вот купила и надо сразу ей одеть. Да? Ну, жарко в кроссовках, Соня. Ножкам жарко будет. Не отдашь? Мое. В общем, короче, упертая эта девочка. Она оделась. Красиво, Соня, очень красиво. Вот если она что-то хочет, как хотите, но она все равно это сделает. Так, ну что, у меня сейчас будет глажка. Начинаю разбирать вещи. Мне надо погладить Сонькины штаники. Девочки, у кого маленькие детки, вот эти вот штаники она носила, когда я была 3 месяца, там 6 месяцев, вот такие вот. Не выбрасывайте, не отдавайте, не продавайте. Потом они будут вам как лосины, как леггинсы. Вот она их одевает, они вот закрывают коленочки. Очень удобно. Если упала, то хотя бы упадет не голыми коленками, а вот, ну, дырка здесь будет. И я вот все пооставляла. И вот сейчас так хорошо, особенно когда вы будете приучать горшку. Это очень удобно, поэтому не выбрасывайте. Прям класс. Сейчас я все это буду гладить, перегладить. Смотрите, сколько у меня тут. Целая сушка полная. Сейчас тоже буду все разбирать, что гладить, что не гладить. В общем, я не все глажу, как вы знаете. Я себе тут оборудовала место. Сейчас включу утюг. Утюг у меня Philips. Вот такой вот хороший утюг. Я задумываюсь, которые вот оба отпаривателя, да, как там паровая станция. Но, не знаю, надо мне, не надо, потому что я глажу крайне редко, поэтому мне это, в принципе, достаточно. Включила себе сериал. Я сейчас... Мы вообще смотрим, знаете, что сейчас детство Шелдона, теория большого взрыва, если вы смотрели. Хороший сериал такой. Знаете, у нас даже дети любят смотреть детство Шелдона. Мы утром включаем. Такой ни о чем. Знаете, такой легкий, спокойный. В общем, буду смотреть, буду гладить, пока мои там... Пока вот кто-то не может никак снять. Соня, снимай кроссовки. Кроссовки. Будешь ходить? Картошка у меня сварилась. Я уже подтолкла, что-то мне так немного получилось. Вот. И замариновала здесь вот лучок, здесь у меня уксус и вода. Чуть-чуть воды, много уксуса. Сейчас он у меня постоит. И будем кушать. Папа наш везет селедку, поэтому у нас будет сегодня пюре с селедкой и с луком. Закончились. У меня практически патчи. Здесь осталось буквально, наверное, на три раза. А то и меньше. В общем, девочки, я прям их вам очень советую. Вот эти вот именно патчи. В этой же фирме есть и другие. Но я, если честно, пробовать не хочу. Хочу заказать себе точно такие же, потому что они мне прям очень понравились. Наверное, одни из самых лучших патчей, которые я когда-то пробовала. Все заказывала на Валперис. Девочки, сейчас пользуюсь вот таким вот шампунем и маской от Estelle. Кератин. Я до этого тоже пользуюсь. Где-то половинку я использовала. В принципе, неплохая. Но, знаете, какого-то вауэффекта вот прям не было. И вот сейчас я уже хочу допользоваться. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. Маска, в принципе, неплохая. Еще такой у меня был спрей, но он у меня и закончился, поэтому я не могу вам сейчас показать. Тоже с этой серии. Вот сейчас, в общем, буду мыть голову. Девочки, сейчас я вам покажу, какой подарок мне только что подарили. Вы вообще не догадаетесь. Смотрите, какое кольцо. Смотрите, как оно переливается. Видите, какое. Димчик пошел на улицу и пришел с подарком. С таким вот кольцом. И спрашивает, мам, я тебя удивил? Мама, тебе понравилось? Как часто вам дарят кольца? Расскажите. Видите? Я теперь буду носить. Вот такое кольцо. Вот так вот. Пятилетний ребенок. Вот так вот маму поразил. Так, а я сейчас поставила духовку на разогрев. Ку-ку. Нет. Ничто нет. Нельзя снимать? Сейчас мы будем запекать вот такой вот сыр. Камамбир. Вкусно. Как-то вам уже показывала. Дети. Соня. Соня. Дима. Мы его уже запекали. Я сейчас режу хлебушек на такие еще сухарики. Сухарики выкладываем. Очень вкусно получается. Надо побольше. Мы просто разделали мало хлебушку. Но получилось очень вкусно. Поэтому этот раз будет побольше. Хлеба. Духовка разогревается. Так. Хлеб я смазываю маслом. Так, знаете, прям хорошо. Чтобы он пропитался. Видно вам, я надеюсь? Тут у меня как бы уже темно. Каждый кусочек смазываете. И нужно его немножко подсолить. Можно чесночка выдавить. И вот так вот сыр вы разрезаете. И вставляете сюда чесночок. Можно побольше, можно поменьше. Можно сюда выложить еще чесночок. Получается очень вкусно. Я сейчас буду солить вкусной солью. Вот такая у меня вкусная соль. У меня осталось немножко. Надо, кстати, ее купить. Я все время забываю. Вот. И с ней получается... Тут, видите, немножко приправок есть. И с ней получается прям очень вкусно. Сейчас я ее подсолю. Даже если приправки вот эти попадут, ничего страшного. Будет еще вкуснее. Все. Я поставила в духовку на 180 градусов где-то 12-13 минут. Но все зависит от сыра. Мне кажется, мы в прошлый раз тоже брали вот такой вот сыр. И он прям плохо плавится. Он такой получается, как, знаете... Ну, он никак такой вот прям... Он должен хорошо расплавиться. Он должен тянуться. В прошлый раз у нас не получилось. Мы хоть удержали и дольше, но все равно не получилось. По-моему, мы брали такой же сыр. Но у нас реально с сырами проблема. Купить вкусный сыр, это прям... Ну, это очень сложно. Вот. Поэтому, ну, будем пробовать. Я не помню, в прошлый раз какой мы брали. Я уже забыла. Все. Мы достали хлеб с духовки с сыром. Ну, в общем, у нас он не течет. Он, видите, вот такой вот получается. Ой, Соня, горячо. Вот такой вот, в общем, не очень красивый. Сейчас не фокусирует. Но вкусный. Да, но очень вкусный. Хлеб получается обалденный, поэтому хлеб... Хлеба... Да, вот видите, Сонька тянется. Хлеба делайте побольше. И сверху я на хлебушек еще положила чесночок. В общем, вкусно, но должен плавиться. Боже, как вкусно! Так, я уже в ванной. Сейчас буду смывать макияж. Кстати, мицеллярка моя закончилась. Осталась вот прям на донышке тут. Я уже сделала заказ. Скоро мне должна прийти. Но мне здесь хватит еще два дня, наверное. И все, смываю макияж. И я хочу сейчас заняться уходом. Я сейчас подогмуть голову. И хочу сейчас себе сделать масочку. Нет, я, наверное, не масочку сделаю. Я сейчас туда смотрю вниз. У меня коробочка моя стоит. Я себе сделаю, наверное, вот эту пилинг-скатку. Сто лет я ее уже не делала. Так, а что срок годности у меня? По 10-20-е. Уже, в принципе, осталось ей не так уж много. Не знаю, можно ли я пользоваться? Я давно уже пользовалась. В общем, доделаю уже. И, наверное, я уже больше не буду покупать. В принципе, она хорошая. Но она, так знаете, деликатно очень очищает. Мне вот сейчас, я сейчас сделаю вот эти масочки. Вот реше. Они, кстати, там были по скидкам на прошлой неделе. Вот, прям очень хорошие были скидки. В два раза дешевле. Если кому интересно, можете посмотреть там пару видео. Ну, не пару, месяц назад это видео я сделала с обзором. Этой посылочки. Прям маски вообще обалденные. Вот, поэтому, если хотите, зайдите, посмотрите. Маски прям очищающие. Она прям тут реально очень хорошо очищает. Поэтому я сейчас, ну, я сейчас быстро сниму макияж. Сделаю пилинг-скатку. И, может быть, еще сделаю маску. А может быть и нет. Соня, он уже бежит ко мне. Все, я буду на этом заканчивать, наверное. Уже без вас буду этим заниматься, наверное. Вот. Так что все. Желаю вам всем всего хорошего. Спасибо, что смотрите. Столько приятных комментариев вы пишете. Оставайтесь с нами. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока.